Приветствую вас. Лично я считаю, что очень многое зависит от личности специалиста, от личности психолога, потому что кто-то может работать очно, кто-то работать очно не может, кто-то предпочитает работать только письменно, у нас есть такие эксперты, и кто-то предпочитает работать только через аудиосвязь, это я, например, кто-то предпочитает работать только через видеосвязь, это, например, ну, другие эксперты, вот. Лично я думаю, что все зависит от личности психолога и от того, какими методами человек пользуется. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, если, например, говорить о гипнозе, о трансе, о технологии НОП, то мне кажется, что данные методы, методики будут менее эффективны в рамках дистанционного консультирования, особенно через аудиосвязь, когда человека, в принципе, не видно. Более того, я считаю, что подобные методы по аудиосвязи, по тексту, по видеосвязи, они опасны, потому что человек находится далеко у себя, в общем, последствия, на мой взгляд, могут быть непредсказуемы и, как бы, использовать данный вид работы, ну, следует очень осторожно, делать это можно только опытным специалистом. Вот, у нас, кстати, такие специалисты есть, например, Кудрячев Игорь Леонидович, специалист по эриксоновскому гипнозу, насколько я знаю, он это делает, соответственно, через сайт. Ну, судя по тому, что он, ну, судя по отзывам у него это получается, лично я не знаю. Вот. Что касается остальных методов, таких как психоанализ, транзактный анализ, когнитивная поведенческая терапия и прочее, то здесь разницы абсолютно никакой. То есть, что очная консультация, что заочная, вот. Опять же, здесь многое зависит в плане эффективности от личности, но уже не только от психолога, но и от самого клиента тоже. То есть, если, бывают такие клиенты, которым, например, очень важно именно видеть человека, видеть, ну, специалиста, психолога, вот. Такие клиенты, наверное, они будут работать только с видеосвязью или только очно. Вот мне, например, иногда приходит периодически, ну, как бы предложение, да, встретиться, очно поработать. И человек не соглашается работать дистанционно, ну, в силу ряда причин, да. Мы здесь об этом говорить не будем. Вот. То есть, опять же, все зависит от самого человека. Если ему комфортнее не видеть специалиста, да, не заботиться о своей внешности, о том, как он выглядит и т.д. и т.д. Если ему удобнее и комфортнее в домашних условиях, то в таком случае дистанционная консультация – это идеальный вариант. Вот. Вот, в принципе, такое мое мнение на этот счет. Вы знаете, вот, вы пишите, да, меня интересует насколько эффективными и полноценными могут быть консультации без непосредственной встречи с психологом. Вот. А то есть, консультантные встречатели по аудиосвязи, если честно, много странных вопросов, в том, что у вас есть уже главный статус, да, то есть вы, явно, оплачивали какие-то услуги, вот. И мне кажется, что насколько эффективными, в первую очередь, зависит от вас. Эффективность зависит от самого клиента. Как клиент расположен, как клиент настроен работать, настроен ли клиент меняться или нет. Как это влияет на психотерапию? В целом так же, то есть процесс протекает так же. Может быть, напротив, такой вид консультации имеет свои преимущества? Да, такой вид консультации имеет свои преимущества, Ольга, это безусловно. Вот, в принципе, так можно ответить вам на ваши вопросы. Несколько странный, надо сказать, текст. Мне кажется, что это у вас что-то вроде либо размышлений, слух, либо может быть какая-то реакция на какие-то события, вот. То есть было бы лучше, если бы вы высказали свои сомнения по поводу того, почему вы сомневаетесь в эффективности и полноценности дистанционной консультации, из-за того, что вот здесь, знаете, все люди работают именно так. То есть есть у вас основания для недоверия и как вы это самое недоверие выражаете. Да, то есть если у вас есть, например, почва для сомнений, то, соответственно, именно об этом нужно говорить. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...